Добрый день, эксклюзивная информация, реконструкция событий, уникальные документы и видеосъемка. Это программа «Союзники» и Алан Базиев. Смотрите сегодня. 7 футов под килем. Опасные ситуации не страшат моряков. В Санкт-Петербурге прошла подготовка Балтийского флота к выходу в море. Бенная атака, живее! От Плесецка до Куры расстояние 7 тысяч километров. На космодроме в Архангельской области испытали на прочность ядерный щит России. В каждом военном по квартире белорусские военнослужащие получают собственное жилье. Тылы, чтобы были прикрыты. Гудбай, Америка. Премьер Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подтвердил свою ранее высказанную позицию. Он считает недопустимым нахождение на территории республики каких-либо военных объектов, в связи с чем полагает необходимым вывести американскую военную базу. Она расположена сейчас на территории международного аэропорта Манас в Бишкеке. Прежде всего, Атамбаев беспокоится о безопасности столицы республики. Я не думаю, что военная база в аэропорту Манас обеспечивает безопасность. Мы знаем, что очень часто Соединенные Штаты Америки участвуют в различных военных конфликтах. И я не хотел бы, чтобы какая-то из этих стран однажды нанесла ответный удар по военной базе. Также он заявил, что Кыргызстан будет соблюдать все свои международные договоры. Это значит, что в 2014 году, только после окончания соглашения с США о размещении американского центра транзитных перевозок, он должен быть выведен из Манаса. В то же время, кыргызская сторона не против, чтобы вместо авиабазы в аэропорту находился какой-либо гражданский объект, созданный, может быть, совместно с Россией, для транспортировки грузов в Афганистан. Американцы сегодня ставят задачи о выводе американских войск, в том числе и войск НАТО, из Афганистана. И вот наши прорехи, они в конечном счете станут угрозами для нашей страны. Российская военная база тем временем остается в Кыргызстане. Военно-воздушно-авиационная часть Кант расположена в двух километрах от одноименного города в Чуйской области республики. Там проходит службу 250 российских офицеров и 150 солдат срочной службы и контрактников. На самом деле, история российско-киргызского сотрудничества уходит корнями в прошлый век. Первые военные базы на территории Кыргызии появились еще в 41-м году. Тогда на аэродром Кант эвакуировали Одесскую авиационную школу. Кибербой на российской военной базе в Таджикистане продолжается плановое внедрение новой техники связи. Военные получили новейший коммуникационный комплекс. С его помощью устанавливаются прямые включения с места боя в режиме реального времени. Кроме того, технические возможности комплекса позволяют военным общаться по видеосвязи на расстояниях в несколько тысяч километров. Переоснащение базы проводится в рамках программы перевооружения. Компромисс достигнут. Объединенная строительная компания Министерства обороны России сошлись в цене на атомные подводные лодки «Ясень» и «Борей» в рамках гособоронзаказа. Судостроители должны сдать многоцелевую субмарину «Северодвинск» типа «Ясень» и два подводных ракетоносца типа «Борей» Александр Невский и Юрий Долгорукий. Последние уже проходят ходовые испытания. Стоимость лодок более чем 80 миллиардов рублей. В планах строительства еще восьми атомных подлодок типа «Ясень» и десяти типа «Борей». Российские военные моряки-надводники отметили свой профессиональный праздник. Наш корреспондент Анна Попова побывала в Кронштадте и узнала, на каких кораблях сейчас учат матросов и будущих капитанов. Она поднялась на борт корабля первого ранга «Перекоп», который недавно вернулся из длительного похода и был признан лучшим учебным судном Ленинградской военной базы. Это не только учебный, но и боевой корабль. Он готов по тревоге сняться с якоря в любой момент. Как моряки борются за живучесть и почему, узнаем из следующего репортажа. Корабль к бою походу приготовить. На корабле первого ранга «Перекоп» моряки ежедневно борются за живучесть. К счастью, не по-настоящему, ведь это учебный корабль. Вот и сейчас, по легенде, в сердце «Перекопа» в машинном отделении начался пожар. Потушить его надо за 10 минут, иначе – сос. Огонь воображаемый, но моряки тушат его в полной амуниции. ТОК, теплоотражательные костюмы, защищают военных от ожогов и тепловой радиации, при тушении пожаров и во время проведения аварийно-спасательных работ. Матрос срочной службы Александр Павлов надевает костюм ТОК как минимум раз в сутки. Корабль – это наша одна большая квартира, можно сказать. Мы в ней боремся за жизнь. Нужно каждому быть начеку и обязательно командно все делать. Один ты не справишься никогда. Перекоп – не только учебный корабль, но и боевой. Недавно моряки вернулись из дальнего плавания. За время похода прошли 3,5 тысячи миль. Курсанты 10 специальностей дублировали офицеров и рулевых, несли и штурманскую, и сигнальную вахты. Всего на «Перекопе» 8 палуб. Мы находимся на самой верхней. Ее еще называют астрономической. Здесь расположены радиолокационные системы, приборы для наблюдения, а также сигнальный фонарь, при помощи которого корабли общаются между собой, используя азбуку Морзе. К международному сигналу бедствия СОС – три коротких вспышки, три длинных, три коротких – «Перекопу» за 34 года его службы прибегать не приходилось. «Спасите наш корабль» или «Спасите наши души» моряки сигналили только на учениях. За всю свою службу прошел около полумиллиона миль ходовых, совершил много заходов в иностранные порты, походы межбазовые на Черное море, прошел и Средиземное море, и Балтийское, и Северное, Ла-Манш неоднократно, и Бралтар. «Перекоп» – идеальная площадка для подготовки рядовых матросов и будущих капитанов. Он оснащен современным радиотехническим и навигационным оборудованием. На его борту есть все основные образцы военной техники ВМФ России. К примеру, артиллерийский комплекс АК-726. Эта спаренная корабельная установка предназначена для огневого поражения всех видов целей, в том числе подводных лодок, противовоздушных и береговых объектов. «Все вооружение корабля у нас функционирует. Корабль постоянной готовности. Мудрый корабль, живой. На этих кораблях служили долго люди. Но сейчас началось обновление вооруженных сил, переход на новый облик, переход на какие-то новые ориентиры. И больше приходят молодежи, в том числе из военноучебных заведений, лейтенанты с горящими глазами». Один из тех, кто пришел на «Перекоп» с горящими глазами – рядовой Антон Богданов. Матрос служит уже шесть месяцев. Был в походе в Балтийском море. Говорит, что любовь к флоту у него наследственная. «У меня дедушка был моряком, и поэтому я сам, слава Богу, по состоянию здоровья подходил, просился на флот, стал, как мне кажется, более серьезным, мужественным». На этом корабле отучилась и отслужила уже несколько поколений моряков. Свой «Перекоп» они берегли, поэтому военное судно до сих пор на ходу. И даже мотор у него, как говорится, родной. Служба на «Перекопе» считается престижной даже спустя три с половиной десятка лет. Анна Попова, Антон Ратников. Союзники. Петербург. Гронштадт. Тополь уходит в небо на прошлой неделе. С космодрома Плесецк в Архангельской области состоялся пуск межконтинентальной ракеты. Он был проведен в рамках испытаний, которые проходят регулярно. Их цель – проверка боеготовности тополя. Так как изначальный гарантийный срок ракеты был 10 лет. Но уже сейчас его превысили вдвое. Как прошел старт ракеты и сохранила ли она работоспособность после стольких лет, расскажет Мария Семенова. Этого места нет ни на одной карте. Разглашение в его положении карается законом. Для обывателей это просто сеть бетонных дорог посреди Архангельской тайги. Однако именно из этого района космодрома Плесецк проводят испытательные пуски российских межконтинентальных ракет «Тополь». Первый – начало движения готов. Комплекс «Тополь» выводят на точку старта. Движение проходит в обстановке строжайшей секретности. На территории космодрома не должно быть ни одного постороннего человека. Запустить двигатель. Есть запустить двигатель. Такому старту предшествует долгая подготовка. В учебном центре ракетных войск кипит работа. На данном тренажере механики водителя оттачивают навыки управления тяжелым тягачом. Для того, чтобы прежде посадить водителя, надо его как-то обучить этому. То есть примить навыки нового стиля лождения. На первый взгляд занятие скучное. Тягач «Тополя» при всем желании быстрее 60 км в час не поедет. Но все меняется, когда по кабине начинают щелкать пули, а машину подбрасывают на взрывок. Создать обстановку, которая в реальной жизни невозможна. То есть тоже нападение диверсионных групп, та же бомбежка. На бою посты, бегом марш. В другом ангаре учебного центра работает основной расчет ракетной установки. «Топер» никогда один не ходит. Его всегда сопровождают две машины. В одной ракетчике живут, вторая снабжает комплекс энергией. Спешка нужна не только при ловле блох, но и при развертке «Тополя». У бойцов есть жесткие нормативы на установку и подключение оборудования. Чем быстрее они это сделают, тем больше шансов, что «Тополь» успеет запустить ракету. Тянем подовых ключей. Агрегат в автономном. Проверка сигнализации. Сигнализация вновь. Кстати, учебный центр РВСН – одно из немногих военных учреждений, где солдаты-срочники могут получить гражданское образование. Фактически получается, что, выходя отсюда, из стен учебного центра, с профессией, военнослужащий заканчивает мини-ПТУ. И наше удостоверение имеет полную юридическую силу при устройстве на работу. И вот итог долгой измерительной подготовки. Часник с ровно в 10.45 3 ноября офицеры подвижного комплекса «Тополь» повернули ключ на старт. Менее чем через 20 минут боевая часть ракеты упала на полигоне «Кура», что на Камчатке. Данный пуск мы еще раз подтверждили, насколько надежна наша техника, несмотря на то, что она уже 24 года находится на боевом дежурстве. По итогам старта срок службы «Тополя» будет продлен еще на один год, до следующего учебно-боевого пуска. Мария Семенова, Антон Казаков, Александр Зильбер. Программа «Союзники». Архангельская область. Марсианские хроники шестерых членов экипажа, совершивших имитируемый полет на Красную планету, встретили аплодисментами родственники журналисты. Эксперимент продолжался 520 суток в стенах Института медико-биологических проблем. Главной целью этого полета было наблюдение за состоянием здоровья людей в длительной изоляции. Отдельные элементы эксперимента по моделированию полета на Марс через несколько лет могут быть реализованы на Международной космической станции. Пока же шестеро путешественников хотят прогуляться по Москве и поехать в отпуск. Почти три года они не видели мир за пределами своей марсианской станции. Это программа «Союзники» и смотрите во второй части нашего выпуска. Правосудие по-американски Виктора Бута ждет пожизненное заключение. Поможет ли Москва своему подданному? Был незаконно экстрадированный с Таиланда. Каждому военному по квартире белорусские военнослужащие получают собственное жилье. Тылы, чтобы были прикрыты. О нем сняли фильм и написали книгу. Его покупателями были террористические группировки и диктаторы из Африки, Южной Америки и Ближнего Востока. Таким его видят Соединенные Штаты Америки. Торговец смертью так прозвали Виктора Бута. По делу которого завершилось слушание в федеральном суде Манхэттена. Подробности у моего коллеги Игоря Кун. Карьера Виктора Бута закончена. Оружейному барону в одноименном фильме удается выйти из американской тюрьмы благодаря связям с военными. Далее он удачно продолжает свой бизнес. С возвращением. Добро пожаловать. В реальности же ему не приходится надеяться на киношный хэппи-энд. Нью-йоркские присяжные единогласно признали российского гражданина виновным по всем пунктам. В том числе в поставке зарубежной террористической группировки сотни современных портативных ракет «Земля-воздух» и 5000 автоматов Калашникова. Во время слушания защита настаивала на том, что он не собирался продавать оружие. Они говорят, он продал 2000 танков. Это же бред. Виктор абсолютный банкрот. Он занимался легальными перевозками грузов в Африке. У него была небольшая авиакомпания. Где-то 20 самолетов. Напомним. Бут был арестован при попытке продажи вооружения террористической организации в Таиланде. Оказалось, это была спецоперация. В роли подставных покупателей выступили американские агенты. В обвинении говорилось, что продаваемое оружие было направлено против американских граждан. Международное законодательство не позволяет ловить граждан других стран, экстрадировать к себе, судить. При том, что эти граждане на территории Америки законодательство американское не нарушали. Поэтому это отчасти повторяет ситуацию с Гуантанамо. В России также считают, что нарушения были не только в перевозке Виктора Бута из Таиланда в США. Во время этой, с позволения сказать, операции с участием сотрудников специальных служб США, а затем в ходе следствия к нему применялись противоправные методы физического и психологического воздействия, которые входят в противоречие с соответствующими международно-правовыми нормами и международными обязательствами США. Американский суд отклонил все ходатайства адвокатов россиянина о прекращении дела на основании несоответствия юрисдикции и незаконности его вывоза из Таиланда. Но защита собирается подать апелляцию на решение суда после оглашения приговора, которое намечено на 8 февраля 2012 года. В СМИ не раз появлялась информация о возможном обмене оружейного оборона на одного из шпионов, отбывающих наказание на территории России. Но слухи были рассеяны, ведь Виктор Бут никогда не состоял на госслужбе и не может обладать секретными сведениями. Он молчал об этом 15 лет и понятно по каким, собственно, соображениям, раз речь идет о, скажем, разведке. Еще один перевозчик, вердикт которого был вынесен этой осенью, российский летчик Константин Ярошенко, также арестованный в третьей стране американскими спецслужбами. Его признали виновным в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии наркотиков. Кажется, у ФБР, ЦРУ и других организаций США появилась тенденция отдавать предпочтение поимке именно российских граждан. Напрашивается вывод, что могут появиться новые аспекты в отношении между Россией и США. И множество тем для шпионских боевиков. Их служба незаметна, но важна. На этой неделе руководитель самого секретного ведомства России дал свое первое интервью. Одним из злободневных вопросов к начальнику главного управления разведки Александру Шлихтурову стала новость о передаче спецназа ГРУ военным округам и десантникам. Соединение части специального назначения теперь организационно входит в состав военных округов и флотов, а также в ВДВ. Но они остаются важной составной частью оперативной разведки. Эти подразделения по-прежнему имеют высокую готовность к решению специальных задач. Там служат отлично подготовленные военнослужащие, для которых нет ничего невозможного на поле боя и в глубоком тылу противника. По словам Шлихтурова, в подготовке бойцов ничего не изменится, так как они по-прежнему будут считаться разведкой. Как готовятся чекисты и снайперы, проверили в Южном военном округе. На полигоне Дарьял под Владикавказом прошли показательные горные учения разведвойск. Бойцов учили работать с новейшей навигационной техникой и, конечно, проверяли необходимые навыки. Что должен уметь разведчик, узнавала Наталья Слохова. Холмистые склоны, ущелья и скальные уступы, естественные снаряды для специальной военной подготовки. На полигоне Дарьял бойцы на практике познают все опасности и преимущества ведения разведки в горных условиях. Теперь с использованием современной военной техники. Условный противник обнаружен. Кратчайший маршрут до цели прокладывается с помощью новейшего разведывательного комплекса навигации и связи «Стрелец». С его помощью за считанные секунды у разведчиков есть все данные маршрута. Данный комплекс гораздо сокращает время на определение координат противника, на передачу данных, на постановку задачи разведгруппе. Используя старые приборы, комплексы, ушло бы время в среднем минут на 10 больше. Сейчас мы затратили пару минут буквально на это все. Первый, третий. Цель указания приняла. Выдвигаемся. Разведгруппа выдвигается в заданном направлении. Каждый боец обеспечен современными средствами связи. Навигационная антенна принимает сигнал напрямую со спутника, что значительно увеличивает скорость выполнения и вероятность успеха операции. Но и это не предел. Войска в скором времени ждет новый навигационный комплекс. Его уникальность в том, что на касках и оружии бойцов будут стоять датчики автоматического наведения на цель. Но для того, чтобы современное оборудование действительно упрощало выполнение задачи, нужна специальная подготовка. Для этого другой подход нужен в обучении. Потому что с бухты-барахты людей, скажем так, работе с компьютером, работе со спутниковыми средствами связи просто так не научишь. В стрельбе в горах тоже нужно учиться отдельно, даже если боец свободно владеет оружием. Выполнение приказа осложнено спецификой горной местности. Мишень, к примеру, находится выше по склону. Учитывать придется все. Градус уклона, направление ветра и оптические неточности восприятия на глаз. Упражнения по стрельбе из разных видов оружия помогают почувствовать все нюансы на практике. Огонь! Попал! Комплекс тактических упражнений максимально приближен к реальным боевым ситуациям. Разведчикам на задании надеются не на кого. По учебной легенде, во время переправы с одного склона на другой группа обнаружена противником. Сложенные действия помогают закончить переправу с наименьшими потерями. С оружием в руках приходится висеть над пропастью и спускаться по отвесным скалам. Горные разведчики – это и каскадеры, и альпинисты, и спасатели. Но эффективность маневров достигается только интенсивными тренировками. Это первое занятие. Ребята с характером обычно такие к нам попадают. Несмотря на адриалин, в который у них первый раз играет ЭЦМ, они молодцы, считаю. Не боятся, пробуют ЭЦМ второй, третий, четвертый. Разведчик должен уметь все. И прыгать, и лазить, и плавать, и стрелять. Следующий этап в программе обучения – настоящее испытание. Восхождение на кавказские вершины четырехтысячники в полной экипировке. Но только выдержав все тяготы учения, бойцы станут настоящими разведчиками. Наталья Слохова, Тамерлан Карсанов. Программа «Союзники. Северная Осетия». Мы хотим общаться с вами. Для этого необходима обратная связь. На видеохостинге youtube.com есть наша страница «Союзники». Там вы можете оставлять свои комментарии под каждым сюжетом нашей программы. Также, начиная с этого выпуска, там будет представлена рубрика «Опрос недели». И вот первый вопрос. Считаете ли вы эффективной работу Министерства чрезвычайных ситуаций в своем регионе? Если да, то да, нет, то нет. И, конечно же, комментарий «Почему». Седьмой балл. Эпицентром спасательных операций на этой неделе по-прежнему остается Турция. Город Ван в провинции Эрчиш, где землетрясением разрушены практически все стратегически важные объекты. До сих пор отсутствует свет и телефонная связь. Под завалами остались сотни людей, среди которых дети, женщины и старики. Первым рукопомощь соседнему государству протянул Азербайджан, отправив на поисково-спасательные работы всю необходимую технику и сотрудников МЧС. Подробности у моего коллеги Ильшана Лива. Сразу после землетрясения в турецкой провинции Ван и в городе Эрчиш первым делом из строя вышла чудо 20 века мобильная связь. А разрушенные в результате подземных толчков жилые массивы перекрыли центральные дороги. Все это стало причиной замедления поисково-спасательных работ на месте бедствия. Город Ван, юго-восток Турции. В ночь на 23 октября стал эпицентром разрушительного землетрясения. Сейсмологи зарегистрировали множество толчков магнитудой до 7 баллов. В этой местности дома всегда строились с учетом небезопасности региона. Однако толчки, длившиеся всего несколько секунд, обрушили практически все дома. Около 400 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Когда мы с соседями толпой спускались с лестницы, слышался особый скрип арматур. Люди кричали, были в панике. Теперь эти земли напоминают археологические раскопки. В завалах сотни жилых массивов и административных зданий. А те дома, что устояли, кажется, могут обрушиться в любую минуту. В зоне стихийного бедствия даже сейчас не налажена подача электричества. Телефонная связь прервана. Я и мои дети в ужасном состоянии. Пережили страх. Все в стрессе. Практически остались на улице. Обещают в кратчайшие сроки обеспечить всем первым необходимым. В первые же часы стихийного бедствия несколько стран предложили Турции помощь. Азербайджан первым отправил около 200 спасателей. Они доставили в пострадавшие районы палатки, теплые одеяла и полевые кухни. Кроме того, отряд МЧС привез специально обученных собак, которые помогли искать людей под завалами. Сотрудниками МЧС Азербайджана спасены 12 тяжелораненых человек. Извлечены тела 60 погибших, среди которых немало детей, женщин и стариков. По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, Министерство чрезвычайных ситуаций подготовило спасательную экипировку в Турцию. Туда была направлена первая необходимая помощь. Обученные специалисты будут участвовать в поисково-спасательных работах в зоне стихийного бедствия. На второй день после разрушительного землетрясения МЧСовцы, благодаря совместным поисковым работам, спасли жизнь двухмесячной девочки по имени Азра. Затем спасли ее мать Семиху и бабушку Гульсу Адет. В списке погибших на сегодняшний день около шести сотен человек. Между тем, по последним данным, пострадавших среди иностранных граждан нет. Эти районы Турции не пользуются популярностью среди туристов. Поисковые работы продолжаются. Эльшан Алиев, Ариф Мамедрзаев, Амель Касумов. Программа «Союзники. Азербайджан». Ну и на этом у нас все. Эпицентр информации о событиях в странах СНГ на нашем мультимедийном портале мир24.tv. Ну а программа «Союзники» в эфире телеканала «Мир» по понедельникам в 19 часов 40 минут. Берегите себя. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!